Всем привет, всем доброго времени суток. Кто где подключается, кто с нами на инстаграме, кто с нами на фейсбуке, кто с нами на колхозном зуме. Если вы в полном шоке и недоумении того, куда вы попали, что вы здесь делаете, я вам напомню, что вы попали на ежедневный урок по книге Китсу Шухана Ру. Иногда так случается, что он не совсем ежедневный, но такова моя судьба, что не всегда могу быть в это время у монитора. Поэтому давайте продолжим. На мой взгляд, по крайней мере, очень интересная глава, 58 глава, которая говорит также о благословениях. Я понимаю, что это повторение того, что мы с вами учили раньше, но на самом деле здесь очень интересный момент, это благословения на различные благовония. Да-да, есть их разных благословений, достаточно много. Мы вчера, в прошлый раз с вами, позавчера, когда-то было, да, позавчера, мы с вами обсудили некоторые из них. Действительно, нету одного стандартного благословения на все благовония. Мы поговорим о том, когда говорится это благословение, благословение, которое у вас есть в Сидури, Борэй Минэй Псамим, благодаря Всевышнему за то, что он сотворил разные виды хороших штучек, которые хорошо пахнут. Но, во-первых, хочу напомнить вам, что причина, почему мы говорим благословение на благовония, потому что, да, это немножко на пограничный вариант, но, да, это все равно получение удовольствия, как мы говорим, получение любого удовольствия, физиологического, физического удовольствия внутренним путем в иудаизме, мы на это говорим благословение. Поэтому мы говорим на еду, благовония мы тоже вдыхаем, и это в каком-то смысле внутреннее удовольствие, а не внешнее удовольствие, да, как мы приводили слова Мишны Брура, помыться, например. Поэтому мы, да, на них говорим, говорим благословение. При этом, конечно, у этого есть гораздо более духовный аспект, но у нас сейчас урок по Аллахе, поэтому его затрагивать мы не будем. Надеюсь, вы помните, мы учили это из последнего предложения в книге Тейлим, последнее предложение в 150-го псалма. Но что мы с вами сказали? Сказали о том, что если у нас есть фрукты, которые, да, или плоды земли, которые точно так же, у которых есть хороший вкус, и их обычно используют для еды, это должно быть именно съедобный продукт, то на них говорят определённое специальное благословение, благословение Нотен Рехто Беперот, можно сказать так и так. Но это говорится благословение крайне редко. Почему? Почему оно говорится крайне редко? Потому что это только в том случае, если это, да, съедобный фрукт, овощ или ягода, но вы не собираетесь это кушать. Даже если вы кушаете, когда вы там собираетесь покушать, и при этом оно хорошо пахнет, или вы понюхали перед тем, как начали кушать, но всё назначение было, чтобы покушать, включая, кстати, кофе, чай, тоже это упоминалось, то благословение на запах говорить не нужно, потому что основное назначение – это еда. Соответственно, это благословение, которое у вас нету в Сидурии, наверняка вы про него раньше не слышали, «Анотен Рехтов Лаперот», мы говорим категорически редко. Но давайте перейдём к тем благословениям, которые мы говорим почаще, например. Ну, давайте напомним, что основной момент, когда мы говорим благословение на благовоние, это во время Авдалы, да, потому что там положено нюхать хорошие штучки, но, дамы и господа, мы достаточно часто что-то нюхаем, приходим с Сифора, это, если кто-то не из Нью-Йорка нас слушает, то это сеть парфюмерных магазинов, и тут понюхали, там понюхали. На это всё, блин, нужно говорить благословение, да, это всё, на всё говорится благословение, хотя мы этим очень часто пренебрегаем. Более того, есть разные благословения. Кто бывает у нас в синагоге на Авдалу, то мы говорим на розмарин. Розмарин, который наш вице-президент благополучно покупает перед каждым шабатом, или перед каждым третьим шабатом, я не знаю, пока он не завянет, говорят не Борэйми, не Псамим, нет то благословение, которое написано в Сидуре, вот об этом мы сейчас с вами и поучим. Итак, если кто-то следит с нами по тексту, третий параграф в 58 главе. Если тут обратить внимание, есть одна очень интересная тонкость, тонкость, которая ни в коем случае не путается с благословениями на еду. Если то, на что вы говорите благословение на благовоние, это дерево, да, росток дерева, неважно, что-то, что растёт, что именно само дерево, да, то есть не то, что используются, не плоды дерева, а именно, которые используются в пище, а что-то другое, листики, веточки, там и так далее, цветочки, или похоже на дерево, обратите внимание, это этим отличается от благословения на еду, то есть это не обязательно должно быть дерево, но должно быть даже похоже на дерево. Говорят благословения, сотворяющие благовонные деревья. Это благословение не приводится у вас в Сидури, но оно часто используется, особенно, я вот, честно говоря, помню даже в Израиле, когда я жил, то очень часто, когда шли домой после Марьева на Авдалу, по дороге срывают розмарины в Израиле, как вы знаете, растет просто куда ни плюнь, просто срывали веточку розмарина и говорили на это благословение Псамим, только не Борэ Минэй Псамим, а Борэ Эцей Псамим. Да, это Аллаха, так нужно говорить, так говорить правильно. Велахен Аль-Хадас, Валь Верет, Шикурин Розен Валэ Лебуна, Векю Цебай, Мибарех, Борэ Эцей Псамим. И поэтому на Мирт, на Розы, которые на Верет, на Иврите, это Розы. Кстати, есть несколько слов, означающие розы, но не важно, не будем вдаваться в тонкости ивритской лингвистики. Если это Розы, которые на Идыш называются Розы, Верет, на Иврите, или это Ладан и тому подобное, говорят Борэ Эцей Псамим. Теперь, я понимаю, с Розами, хотя они растут на кусте, это говорят Эцей Псамим, благовонные деревья. Сейчас мы поймем, какой здесь критерий. Адас – это совершенно не дерево. Если бы у него были плоды, говорили Борэ Приадама. Это кустик. Но все равно говорят Эцей Псамим. Здесь это очень важное различие с едой. Мы в конце подведем этому итог. По поводу Ладана. Смотрите, я не знаю, как часто вы нюхаете Ладан, но мне почему-то кажется, что тот Ладан, который так или иначе мы как-то с ним пересекаемся, мы вряд ли на него должны говорить Борэ Эцей Псамим. Почему? Потому что Ладан – это дерево. Не помню, как оно называется. По-моему, на русском он просто называется «Ладановое дерево», но у этого есть какое-то что-то, какое-то на «б» какое-то название, я не помню точно. Тот Ладан, который используется для благовоний. Помните, как у Вертинского «Ваши пальцы пахнут Ладаном»? Это ни в коем случае, не потому что его мертвая любовница, если куда помнить, конечно, стихи Вертинского, а там идет речь о мертвой любовнице, замуженной женщине категорически запрещено, она уже, так сказать, лежит в гробу и клали Ладан для того, чтобы, естественно, просто трупы не воняли. Это не Ладанное дерево. Ладанное дерево, если вы конкретно нюхаете Ладанное дерево, об этом вы говорите. Тот Ладан, максимум, который вы нюхаете, это вот эти благовонные палочки, которые там, не факт вообще, что их можно использовать, потому что их используют для благопоклонства, тем более, эти вот такая смола, Ладанная смола, такие, я не знаю, как кристаллы, это Ладанная смола, точно не знаю, кладут там, чтобы они нагревались и дымились, и издавали запах. Не думаю, что на это нужно говорить Борей Цейп самим, потому что это уже категорически переработанный продукт, то есть на это наверняка говорится Борей Минейп самим, обычно благословение, которое описано на Сидуе. Ну, я не уверен, насколько ваши пальцы пахнут Ладаном, надеюсь, не это, как часто вы его нюхаете, поэтому Ладан оставим в покое, но что здесь нам важно заметить, это приводится специально рафганство, там примеры кустов, не деревьев, но все равно говорится Эцейп самим. Ни в коем случае не путайте с благословением Борей Прияйца, Борей Приадама, там другие критерии, поэтому он специально приводит объяснение, как, что правильно нужно определить, на что мы говорим Эцейп самим, на что говорим, Минейп самим, или там Исавейп самим, даже будет в следующем параграфе, но до того еще несколько деталей. Так как все, что мы упомянули раньше. Мир, то розы, которые, может быть, тоже используются в пище, не знаю, используются в пище, Ладан или нет, но все подобные вещи, их назначение именно для запаха. Возьмем для простоты пример розы. Роза, в первую очередь, ну, для красоты, но и для запаха, хотя есть, да, использовать пищу тоже. Поэтому мы, но мы не назовем, из-за того, что основное назначение это для запаха, мы не назначаем, не относимся к этому, как к плодам, и говорим Эцейп самим. Аля пилпыль вальзингвиль. Вот тут интересный момент. На перец и на, как на русском называется, джинджер, имбирь. Вот. Еш омрим де мебархим, есть такие, которые да говорят, еш омрим де эйн мебархим, а есть такие, которые не говорят. Алькен эн ла рэх бээм. Почему здесь очень важная деталь. Именно используется перец и джинджер, по-русски имбирь. Почему? Потому что перец не обязательно используется только как приправа. Его используют как еду, если у него тот же самый чили, пеппер и так далее, который точно так же сильный вкус. И джинджер точно так же. Поэтому говорит рафганцев, что есть спор, нужно говорить или не нужно говорить. Если это просто как приправа, то основная часть использованной приправы это больше для запаха и частично для вкуса. Если это конкретно как еда, то тогда мы возвращаемся к закону, который у нас был раньше, о том, что то, что вы используете в пище, собираетесь кушать, но при этом еще понюхали, вы не говорите благословение. Афганцев идет вообще очень брутальным путем и говорит, не нюхайте перец и имбирь. Ну, я не знаю, нюхайте вы перец и имбирь. Вообще, что вы нюхаете? Но если вы, могу сто процентов сказать, что если вы конкретно используетесь это для запаха, не собираетесь вообще кушать, как в предыдущем параграфе мы обсуждали, то можно сказать благословение, только в данном случае лучше сказать буре миней. Самим, потому что тут непонятно, учитывая, что имбирь – это вообще корнеплод, а перец, если перемолотый перец, то это вообще семена. Тут вопрос действительно правильного благословения. Но я думаю, что в общем можно сказать буре миней самим. Следующий параграф, который продолжает эту же самую тему и немножко нам прольет больше света на то, что мы говорили по поводу благословений на благовонные деревья. Четвертый параграф. На какие-то на травки, на какие-то что-то зелень, вот, просто на русском называется, зелень, на травку и на зелень говорят буре и свей псамим, сотворяющий эйсов, это и есть зелень, ростки, творящие благовонные ростки. Опять же, идет речь о том, что это в первую очередь нужно для запаха, а не для вкуса, поэтому не факт, что на петрушку или на укроп вам нужно говорить это благословение, потому что вы используете это для для еды, но если возьмем тот же самый розмарин, розмарин даже если добавляют в еду, то его добавляют ни в коем случае не для вкуса. Розмарин сам по себе очень горький, его наоборот, это неправильно, когда все пытаются кинуть там, не знаю, веточки розмарина, потом с этим подуют. Нет, ни в коем случае с этим подавать нельзя, сам розмарин, его эти листики очень-очень горькие, их обычно вставляют в блюде для запаха, а потом перед подачей, перед едой достают розмарин оттуда. Розмарин, самый наглядный пример, это благовоние, но на розмарин мы говорим боре на плоды благовонных деревьев, а не на плоды благовонной зелени. Что такое плоды благовонной зелени или ростков, здесь рафганцы дают четкие критерии. Давайте его прочтем и обсудим. Как нам определиться, по каким признакам нам определиться, или это дерево благовонное, говорят боре на благовонные деревья, или это зелень, говорят благословение на боре и свейпсами. Дети мои, я прекрасно понимаю, что для неутрученных евритам разница абсолютно незначительна, но она есть, и я еще раз напоминаю, что это крайне важно говорить правильные благословения. Почему? Потому что если у какого-то предмета, чего-то растение, есть свое собственное благословение, и мы говорим на него другое благословение, неуважительно к этому творению Всевышнего, если наши мудрецы определили для него определенное благословение. И поэтому на вас какая-нибудь травка может обидеться, а вам не нужно, чтобы потом на небесах выступали обиженные травки. Все то время, как определить, на что мы говорим плоды благовонных деревьев или плоды благовонной травы или зелени. Все то время, что веточка, на которой они находятся, она твердая, минимум как ветки, ростки хлопка и эти веточки остаются из года в год, то есть они не отмирают по зиме, то это называется деревом. а то, у чего веточка мягкая всегда и она по зиме высыхает, то это называется благовонная зелень. Теперь, давайте возьмем наш пример. Я не знаю, как часто вы были на полях Казахстана и видели, как растет хлопок, или Египта, или видели, как растет хлопок, но хлопок это такое с достаточно твердыми, хоть и тонкими, коричневыми веточками. Если вы кушали, там, я не знаю, хотя на флексидз, семена хлопка, которые сегодня очень-очень модные и считаются полезными, их кушают, я не думаю, что говорят боре приятома, потому что их самостоятельно никто не грызет, их во что-то добавляют, если вы их так просто кушаете, я думаю, говорить на них шааколь, но для еды это является плодами земли, но для благовоний то, что, вот, то, что вы нюхаете, и у этого твердая веточка, как минимум, как ветки хлопка, на это мы уже говорим боре эцейпсами, благовонные деревья, а если оно всегда мягкое, то есть травка, просто обычная травка или зелень, на это говорит боре эцейпсами, на благовонные ростки, сложно мне привести такой однозначный пример по поводу благовонных ростков, почему, потому что большинство зелени, которые там, возьмите, там, кузбора, возьмите петрушку, укроп, тмин даже, я не знаю, оно все используется в пищу тоже, может быть, тмин как раз, нет, тмин в пищу не используется, опять же, как и розмарин используется для запаха, да, тмин это, может быть, тайм, на английском используется в основном для запаха, точно так же для еды его достают, и вот разница между тайм и розмарином, розмарин, у него твердые веточки, да, они более твердые, они даже, ну, понятно, может быть, молодой розмарин и так далее, но в принципе, они достаточно твердые, по крайней мере, те, которые продаются здесь в Америке, они вообще идут на коричневых, твердых таких палочках, эти листики, на него говорится bore et sapesamim, потому что это ветки, несмотря на то, что это плоды земли, когда идет речь о тайм, тайм растет на таких тоненьких, тоненьких, зелененьких веточках, там такие маленькие листики и цветочки, на это, естественно, говорится acevapesamim, то есть, если вы говорите на благословение, на тайм, на вдале, то говорится acevapesamim, если говорите на розмарин, bore et sapesamim. На самом деле, мне кажется, что это очень прикольно использовать подобные вещи для Авдалы, потому что так вы можете, особенно если вокруг вас есть люди, вы делаете в синагоге или с гостями, вы можете показать практику того, что мы сейчас с вами учили, что есть различные благословения на разные виды благовония, и их, как говорится, как уголовный кодекс, конечно же, нужно знать. На этом мы с вами сегодня остановимся. Всем спасибо, кто был с нами на Инстаграме, всем пока, если у вас вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо, кто был с нами на Фейсбуке, опять же, если у вас есть вопросы, присылайте комментарии к этому видео, а если вы остались еще на нашем колхозном зуме, можете задать свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,